Китай вот заводит войска в Россию, кадры из Владивостока пришли, и вы знаете, ватник снимает и радуется, и говорит Украине, да, я вот прям прочитаю, Китай зашёл, всё, хана, союзники зашли, союзники у этого долбою, представляете, хохлам говорит, да, то есть, всё, Украине, всё. Это дурак, вы представляете, вот какие люди всё-таки эти ватники, что у них в башке, куда зашёл Китай, на Украину он зашёл, он зашёл во Владивосток, где вот этот дурак живёт, и он их союзниками считает, эти союзники будут потом твою жену трахать, дурак, идиот, а тебя на собачьи консервы эти союзники отправят, у них 200 миллионов свободных мужиков, да, которым не хватило женщин, союзники, такие будут союзники, тебя ещё самого трахнут, дурака, жуткий, ладно, это просто вообще, посмотрите на канале революция, запись, он радуется, вот этот вот придурок радуется. Вот в Ижевске открыли Центр китайского языка и культуры, по всей России открываются памятники, да, китайским всякого рода мудрецам, ну, в основном Конфуцию, да, сколько сейчас уже, 10, да, памятников Конфуцию в России, да, ну, и Центры китайского языка и культуры обязательно, понимаете, то есть, вот украинская культура не нравится, украинская это чуждая культура, а китайская им нравится, представляете, что у них в голове, мне несколько человек отзвонились и сказали, что абсолютно верно подметил я, что китайцы уехали из Грузии, ну, кроме тех, кто дорогу там строит, все остальные продали свои бизнесы, бросили свои бизнесы и свалили. Я думаю, что это результат договоренности с Эрдоганом, да, что, ну, он договаривался, наверное, с Центзиньпином и сказал, а какие гарантии того, что это, это, это мое. Ему говорят, ну, сейчас китайцы оттуда уедут, нет вопросов, мы только щелкнем пальцами, пальцем щелкнули, китайцы уехали, все, освободили очень быстро Грузию, да, поэтому, то есть, говорит, там торговать им или там работать невыгодно. Да, китайцам везде выгодно, поэтому это чушь собачья. Дядя Слава, раньше я был упоротым в ватник, но год назад наткнулся на ваш канал, вы ответили на многие мои вопросы, теперь я железно с вами, спасибо вам и всем нашим соратникам, Роман Николаев. Спасибо огромное, такие письма мне нужны, потому что очень часто в час сомнений, помните, в часы сомнений, да, вот я в часы сомнений очень часто думаю, а нафиг нужна моя работа. Если, допустим, вот сейчас все закончится, ну, там, грубо говоря, там кирпич на голову упадет, то получается, что я действовал впустую, да, если, если я смогу победить, если я смогу что-то сделать внутри России, тогда да, тогда это не впустую. А если сейчас все закончится, вот она впустую, тогда все зря. И вот такие люди, как вы, они поддерживают меня, я понимаю, что не все зря, значит, я что-то посеял такое, что проросло. И сразу вспоминаю Некрасова, да, сейте разумное, доброе, вечное, сейте, спасибо вам скажет сердечное, русский народ. Вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok